Добрый день, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Гость в студии». С вами я, Светлана Карпухина. И сегодня к нам в студию в гости пришла педагог-доставник, новатор, международный тренер по межкультурной коммуникации, победитель множества профессиональных премий, председатель регионального отделения клуба «Учитель года» Любовь Александровна Завельева. Любовь Александровна, здравствуйте! Здравствуйте! Как ваше настроение сегодня? Прекрасное! Ну, для начала я хотела вас спросить. Вы, так как педагог, учитель, уже 16 лет работаете в этой сфере, вот для вас уже есть, наверное, какое-то понимание, как должен выглядеть современный учитель? Вы имеете в виду имидж учителя, как выглядит внешне? Нет, как вот... Каким он должен быть? Каким он должен быть, да. Ну, конечно, это нелегкий вопрос, потому что сегодня действительно время предъявляет определенные требования и к имиджу учителя, и к его отношению к своей профессии, к отношению к детям. И я бы начала с важных компетенций, которыми должен сегодня обладать учитель. Это, конечно, и предметные, и надпредметные компетенции, коммуникативные для того, чтобы выстраивать коммуникации и с обучающимися, и с коллегами, и, самое главное, с родителями, быть открытым достаточно для того, чтобы каждый участник образовательного процесса чувствовал, что перед ним профессионал, который заинтересован в судьбе своих учеников и проявляет этот искренний интерес для того, чтобы выявить их сильные стороны, их таланты, интересы и помочь развивать эти способности ребенку. Поэтому, когда мы приходим в школу, мы, конечно же, ищем все возможности для того, чтобы сообща школа, семья, коллеги найти вот эти способности, выявить их и развивать. И здесь можно называть терминов очень много, педагогических и так далее, но все же человеческие качества здесь превыше всего в нашей профессии. От того, насколько учитель готов к эмпатии, к внимательному отношению ко всем, с кем он встречается на своем пути, жизненном и вообще ежедневно в школе, многое зависит. Зависит вообще успех всей нашей деятельности педагогической. Ну, встречаются, к сожалению, сейчас и такие преподаватели, которые не совсем соответствуют этим вот критериям, иногда даже, которые злоупотребляют свои профессии, ведут себя не совсем профессионально. Вот такой вопрос тоже, ну, подумать, в чем может быть причина в трудности профессии, или, может быть, не всегда в легкости работе с детьми, иногда бывают и сложные дети, шумные. Вот как вам кажется, в чем такое? Ну, я думаю, что в каждой профессии есть люди, которые, может быть, сделали ошибочный выбор в этой профессии, и просто страдают, и страдают все вокруг от этого неправильно сделанного выбора. Я думаю, что это совершенно не норма для школы. Большинство, вот в нашем лице и губернаторском номер 101, более 100 учителей, и никого я бы не назвала несоответствующим тем критериям, о которых говорилось выше. Я бы сказала, что это, скорее всего, исключение из правил, как и в любой деятельности, всегда есть элемент выгорания, элемент невозможности преодолеть какие-то жизненные, может быть, трудности. Это частные случаи, каждый случай здесь требует рассмотрения, поэтому вот так обобщенно сказать, почему это происходит, ну, будет не совсем корректно. И, конечно, я бы выделила сегодняшние, если говорить вообще о проблемах, которые ведут не к тому, что учитель там не соответствует чему-то, а какие вообще существуют сегодня у учителя трудности. Это, конечно, большая нагрузка из-за нехватки учителей в школах, и многие учителя, ну, это очень тяжело эмоционально провести 10 уроков в день, а потом еще провести внеурочные занятия и так далее. И, конечно, такая высокая степень нагрузки, она сказывается на качестве и преподавания, и на качестве взаимоотношений. Но, как я уже сказала, это, скорее всего, исключение из правил. Все-таки большинство у нас очень, педагоги, как раз способны к эмпатии и к тому, чтобы корректно проявлять свои компетенции в педагогической деятельности. Вы упомянули, что не хватает кадров сейчас, что, правда, такое в некоторых школах, нехватка учителей. И вот в какой-то момент ведь произошло вот это, что профессия учителя стала не такой актуальной, как хотелось бы. Вот как вам кажется, как вот возобновить этот интерес у молодежи к этой профессии? На самом деле в этом году в педагогические вузы поступило очень большое количество абитуриентов. И, как я помню, на третьем месте по востребованности вот этой именно профессии находится. А вот уже отучившись в педагогическом вузе, получив педагогическое образование, приходя в школу, не все, к сожалению, закрепляются в этой профессии. И поэтому происходит такой разрыв между поступающими и реально работающими. И здесь, наверное, большая роль в наставничестве. Я вижу большой потенциал в том, чтобы, приходя в новый коллектив, в новую организацию, это всегда сложно. Даже школы это или любое другое предприятие. И вот роль наставника здесь ключевое, в общем-то, значение имеет. Потому что это тот человек, который поможет, во-первых, познакомить с корпоративной культурой, с правилами внутреннего распорядка, быстрее и комфортнее в эту среду вливаться. Поэтому я думаю, что у каждого приходящего сегодня в школу молодого педагога обязательно должен быть наставник, у которого он всегда сможет спросить совета, поделиться своими переживаниями и в крайнем случае скажет, что да, ты на верном пути, ты все правильно делаешь, не волнуйся, у тебя все получится. А если где-то что-то по неопытности делаешь не так, мы, конечно, это все сможем скорректировать. И вот крестиж, что он никогда не был порушен. Сколько я работаю, 16 лет, никогда не ощущала на себе, что как-то ко мне не так относятся, потому что я учитель. Напротив, со стороны родительской общественности, коллег и так далее, всегда большой, высокий достаточно уровень уважения проявляется. Это, наверное, тоже зависит от каждого конкретного человека. А вот в целом говорить про востребованность профессии, сложно сказать, как это было 10 лет назад, действительно, мы ощутили нехватку, а сегодня мы делаем все возможное для того, чтобы ребята приходили, выбирали эту профессию, чувствовали себя комфортно. Но и нужно сказать, что большие меры поддержки оказываются молодым педагогам, которые приходят в школы. И, конечно же, я надеюсь, что в ближайшие несколько лет вот эта проблема будет решена. Вы сами педагог-наставник, и каким учителям вы помогаете? На самом деле у нас вышел в регионе закон о статусе педагогических работников, и на конкурсной основе отбираются педагоги-наставники. Им по закону дают три всего наставляемых педагога. Но на самом деле мы, конечно, не ограничены в этом вопросе. Мы можем помогать всем, кто обращается за этой помощью. А самое главное в взаимоотношениях – это запрос. Когда он есть, мы, конечно, готовы откликнуться на уровне региона. То есть это не обязательно учителя из нашей образовательной организации, это могут быть учителя из других муниципальных образований, из других школ. Так сложно сказать, но в прошлом году мы подводили статистику трехлетней реализации закона и составляли энциклопедию наставничества Ульяновской области. Каждый наставник, который отработал уже три года в этом статусе, подводил итоги своей деятельности как качественной, так и количественной. Если говорить о количественных результатах, то, конечно, это три наставляемых, которые закреплены по закону, плюс очень большое количество в лицее у нас молодых учителей, которые постоянно обращаются за советами, помощью и поддержкой. Ну и 254 образовательных события было проведено с участием более чем 20 тысяч участников всех мероприятий, которые я провела за эти три года. То есть это большой показатель, это те люди, которые, может быть, один раз побывали на моем каком-то мероприятии, и дальше мы продолжаем коммуникацию через обратную форму на сайте или через социальные сети. Или же регулярно мы работаем, ежедневно встречаясь, корректируя планы, работу, рабочие какие-то программы и конспекты уроков и так далее. То есть это большая работа, которую мы обобщали в этом году вернее. Еще я знаю, что вы победитель большого количества профессиональных премий, конкурсов. Вот что лично вам они дали, вот эти вот победы и участие вообще? Ну, изначально, конечно, это профессиональный рост, потому что любой профессиональный конкурс это очень мощное средство для того, чтобы взрастить и сформировать в себе какие-то компетенции. Вот начинала я с педагогического дебюта в 2010 году, когда он только у нас в регионе первый год проводился, стала призером и уже через три года после этого победителем регионального этапа и лауреатом всероссийского конкурса «Учитель года». Нужно сказать, что это колоссальный опыт, потому что мы встречаемся с, вы знаете, лучшими практиками из других регионов, и, конечно, их можно, я бы не сказала, что перенимать, но транслировать дальше, трансформировать свои потребности. И, естественно, чем больше мы выходим на другие площадки, насмотренность возрастает. И, понятно, мы не изобретаем потом велосипед, мы знаем, что происходит сегодня в образовании, какие инновации, что мы можем привнести с учетом наших сообществ и запросов нашего регионального комьюнити, так скажем. А у нас действительно сформировано большое сообщество и учителей года, и победителей профессиональных конкурсов. Мы объединены в клубе «Учитель года». Это наш областной ульянский клуб, который с 2003 года объединяет таких призеров-победителей. Что еще нам дает этот конкурс? Но это в той же степени наставничество для нас, для конкурсантов, потому что те, кто уже прошли через эти конкурсы, они всегда готовы помочь, поддержать, чтобы мы не делали тех ошибок, которые у предыдущих поколений конкурсантов было. Но и мы надеемся, что вот сейчас клуб действительно очень сильный. На карте России мы выделяемся, мы проводим, например, чемпионат региональных учительских команд, когда к нам приезжают из других регионов, и мы соревнуемся уже командами. Кроме этого, у нас большое количество флагманских других проектов, образовательный экспресс, педагогические различные мастерские, можно посмотреть в группе в социальной сети, найти. И, естественно, конкурсы дают еще и финансовую поддержку, потому что всегда предполагается поощрение денежное, поэтому особенно для молодых будет актуальным поучаствовать, побороться за такие призы. Потому что Ульяновская область – это один из немногих регионов, где это действительно на регулярной основе, ежегодно такая поддержка оказывается учителям. Ну и, конечно же, профессиональный конкурс – это еще и имидж самой образовательной организации, которая выставляет конкурсанта, и за ним всегда стоит команда. Команда администрации, команда коллег, которые поддерживают в дни конкурса. И это такая, знаете, тоже проверка на прочность всей команды педагогического коллектива, любой организации. Поэтому вот сейчас у нас прошел муниципальный этап конкурса «Педагогический дебют». На следующей неделе он будет проходить в Димитровграде региональный этап. И мы видим в Ульяновской области те центры новаторской педагогики, которые с года в год готовят на высоком уровне конкурсантов. Нужно понимать, что каждый год нужно показывать какое-то нововведение, какие-то инновации. Это очень сложно, это творческий процесс. Нужно всегда знать, а что сегодня вообще в педагогике происходит, чтобы показать то, чего еще не показывал другой человек для тебя. И вот с этой точки зрения у нас, например, открыт в прошлом году был центр новаторской педагогики «Латышев центр», названный в честь нашего великолепного учителя, народного учителя. Юрия Ивановича Латышева. И 44-й гимназию он всю жизнь проработал. И наш лицей 101-й назван тоже его именем, потому что являемся базовой школой педагогического университета. И вот все три площадки, педагогический наш университет, 44-й гимназии, наш 101-й, мы объединились и стали единым центром новаторской педагогики, где мы опробируем образовательные современные технологии. Вот буквально в пятницу у нас прошел семинар, где принимали участие заместители директоров по научно-методической работе на тему смешанное обучение по условию школы полного дня. Мы, конечно, представили все новаторские идеи, которые опробировали за три года в нашем лицее и вместе с педагогическим вузом. Например, у нас работают тьютеры, говоря о том, как повысить престиж профессии, как закрепить молодых учителей в профессии. Мы работаем с университетом, у нас есть университетские классы в каждой параллели в лицее, и приходят молодые студенты, мы им закрепляем за ними статус тьютеров, они помогают в часы самоподготовки этим школьникам, этих классов, получая свой первый профессиональный опыт под руководством педагогов, которые ведут в этих классах. Вот про конкурсы мы с вами начали разговаривать. Есть же, наверное, учителя, которые боятся поучаствовать в конкурсах, или они думают, что не хватит им каких-то опыта, знаний для поддержки их, куда им нужно обращаться, и кому вообще стоит идти на такие конкурсы? Да, действительно, определенный страх презентовать себя перед экспертным сообществом, это всегда вызов большой. И вот именно преодолевать такой вызов позволяет расти над собой и формировать те компетенции, о которых мы в самом начале говорили. Нужно сказать, что в каждой школе есть всегда заместитель директора по научно-методической работе, который координирует и курирует эти конкурсы. Первый, к кому можно обратиться, это к такому человеку. Либо к педагогу-наставнику, либо к человеку, который принимал участие в этом конкурсе. Ну и мы добро пожаловать в наш клуб «Учитель года». Можно всегда обратиться за советом, с чего начать и так далее. И для всех тех конкурсантов, которые проходят сначала свои муниципальные этапы в городах Улямской области, и селах, и сельских школах и так далее, они потом проходят курсы повышения квалификации по тому, как себя дальше позиционировать на региональном этапе. Вот на этих курсах тоже можно присоединяться для того, чтобы получить такую вот качественную профессиональную поддержку. Как я уже сказала, есть у нас группа ВКонтакте «Учитель года» клуба «Ульяновский», можно найти и там сделать запрос у модераторов этой группы социальной сети, для того, чтобы они оказали поддержку. А вообще бояться не нужно, потому что преодолеть такой вызов, показать, продемонстрировать открытый урок, проработав всего один год, это, конечно, дорогого стоит для администрации тоже, потому что мы видим, что молодые коллеги как раз часто дают более интересные даже открытые мероприятия, чем опытные. У них нет вот этой шаблонности, они открыты новому, они только-только в ВУЗе получили самую свежую информацию о том, что происходит в педагогической науке. И действительно очень качественно и показывают открытые события. Вот вы сказали, что на конкурсах всегда общение с экспертами, как-то перенимаете опыт их вот в своей практике. Что такого вы используете? Может быть, какие-то свои новаторские решения, которые вы рассказываете коллегам? Ну, вообще, у меня связующий такой линией всей деятельности является формирование межкультурной коммуникации детей, потому что я сама учитель английского языка. И вот, когда я пришла работать в школу, я поняла, что у моих детей нет возможности практиковать язык, нет потребности. И создала возможность эту прямо в классе через проведение телемостов и видеоконференции с представителями разных стран, не только англоязычных, а любых стран, где язык выступает только средством коммуникации, для того, чтобы изучать культуру этих стран и транслировать культуру России. И вот это было в 2010 году как раз новаторской такой идеей, потому что еще интернета в школах не было, и мы находили вот эти возможности для проведения таких телемостов. И как-то эта программа по межкультурной коммуникации выросла до больших методических разработок, до учебно-методических материалов, которые я сейчас публикую на сайте просвещения, и совместно с ведущими изданиями и центрами. И вот такая системная работа, которую ведем уже вместе с коллегами из 64 школ региона, в которых существуют клубы по межкультурному общению, клубы интернациональной дружбы, она когда-то была признана новаторской, и до сих пор она является новаторством, потому что это всегда сложная задача организовать такое международное взаимодействие во стенах своего образовательного учреждения, не покидая, так скажем, этого учреждения. Ну а потом к нам уже приходят регулярно представители разных стран, мы сотрудничаем с посольствами, реализовали очень много интересных проектов. Например, с января по май мы делали проект «Диалоги в русском доме» с детьми соотечественников, которые проживают за рубежом, и наши дети делали исследовательские работы, потом их рассказывали друг другу о различных аспектах культуры России. И вот, конечно, когда есть социально значимый эффект у каждой практики, которую мы делаем, это считается инновационным всегда. Поэтому мы делаем это не ради того, чтобы открыть какое-то новаторское решение в педагогике, а делаем для того, чтобы привнести какие-то социально значимые позитивные изменения. То есть, например, есть сегодня в мире стереотипы о нашей стране, и мы посредством английского стараемся их преодолевать. Ну и кроме того, конечно, сами методы и приемы, которые используют в своей профессии, феномен ориентированное обучение, метапредметный подход, он дает качественные результаты. Конечно, мы видим, как наши выпускники готовы не только к вступлению в межкультурный диалог, но и у них высокий уровень сформированности глобальных компетенций, когда они могут решать какие-то действительно глобальные проблемы на локальном уровне, они понимают, как это делать, у них есть проектные компетенции для того, чтобы потом в любой профессии быть востребованным. А вы знаете, что мы обучаем ежедневно, даже не знаем, по каким профессиям готовим детей, потому что эти профессии меняются каждые десятилетия. И согласно атласу профессий, сейчас каждый год все новые и новые профессии появляются во время развития информационных технологий, искусственного интеллекта, виртуальной реальности, конечно, учитель тоже нужно знать, какие социальные есть заказ, какие есть вызовы социальные, потому что школа – это лакмусовая бумага всего того, что происходит в обществе. И любой учитель просто обязан владеть этой информацией, потому что на уроках мы транслируем те ценности, которые государство транслирует сначала нам. И от нас зависит, каким будет будущее поколение страны, поэтому это очень ответственная такая работа, это миссия, это призвание. И только такой сильный человек с устойчивой системой ценностей, наверное, может быть не только допущен к этой профессии, но может в ней быть, вообще существовать. А сами ваши ученики, дети, с которыми вы занимаетесь, как относятся к таким телемостам, нравится, не нравится? И есть ли результат от этого? Да, конечно, конечно. Это всегда самый высокий уровень, и есть всегда дети, которые не просто хотят попрактиковать язык, а именно донести какие-то интересные смыслы. И мне отрадно наблюдать, что уже с 6-го, с 5-го класса осознанность детей, каждый год все растет. Может быть, это связано с уровнем образования родителей, он тоже каждые десятилетия повышается. Поэтому мы, конечно, адаптируем все программы под такие изменения нашей целевой аудитории, с которой мы работаем. А вообще, буквально в субботу прошел наш международный фестиваль языков и культур в педагогическом, 18-й раз уже. И мы ежегодно, то есть уже 16-й год подряд, с пятым уже поколением моих выпускников клубов интернациональной дружбы и с учениками, мы посещаем этот фестиваль, и мы видим, что дети могут коммуницировать, они вступают уверенно в эту коммуникацию, они уже находят эти контакты на полях таких международных форумов для того, чтобы в будущем выстраивать свои проекты с представителями разных стран. Региональная модель ЮНЕСКО у нас проходит, слеты клубов интернациональной дружбы. Ну и вообще, не одна я этим занимаюсь у нас в регионе. Как я уже говорила, более 30 клубов активных, а вообще их 64, и вот эти все учителя, мы работаем по единой программе межкультурной коммуникации. Дети, конечно, всегда в восторге, они всегда рады участвовать в этом во всем, включаются. И потом выпускники школ, проходя даже стажировки в зарубежных странах, они всегда возвращаются к нам в Россию, даже в регион, и продолжают применять полученные все знания, навыки на благо своих организаций, в которых они работают, ну и на благо экономики нашей страны, можно сказать. Ну, такой завершающий вопрос, на ваш взгляд. Что самое приятное в вашей профессии? Наверное, это та отдача, которую мы видим в наших учениках, в их успехах, которым мы радуемся, мы любуемся красотой их внутреннего мира, и ради этого, в общем-то, и работаем, смотреть, как при тебе растет не одно поколение достойных людей, достойных граждан страны, и мы радуемся, конечно, вот общаясь и со своими выпускниками обязательно. А был ли у вас, вот последний точно вопрос, такой случай в практике, когда вот вам какой-то ребенок или, может быть, несколько детей приходили, говорили какие-то слова, и вы понимали, что, ну вот, вы точно занимаетесь тем, чем вы должны. Ну, вы знаете, наверное, к счастью, каждый день такое происходит, мы проводим когда рефлексию на уроке, или где-то на переменах, где-то между событиями, которых у нас очень много, дети всегда находят момент и время для того, чтобы такие слова подобрать. И, конечно же, ну, это одухотворяет, окрыляет на то, чтобы продолжать работать на высоком уровне и предоставлять для них те стартовые возможности, которые, может быть, у нас не всегда были в наше время, но мы их создаем для наших детей. Спасибо вам большое, что занимаетесь таким важным делом, создаете наше фактически будущее, занимаетесь образованием наших детей. Ну, а с вами была программа «Гость студии». До свидания, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова